Привет, друзья! Историю, о которой сегодня я хочу рассказать, началась 15 июля 1942 года, когда ранним утром секретной военно-морской базы США, которая в годы Второй мировой войны располагалась в Гренландии, взлетели два огромнейших бомбардировщика Б-17 и шесть истребителей П-38 Lightning. Эскадрилья направлялась на британский аэродром для участия в сражении против фашистской армии. Пролетая над полярными льдами в восточном направлении, самолеты попали в снежный буран. Видимость была нулевая. Пилоты только услышали, что их первая остановка в Исландии, запланированная для дозаправки топлива, отменяется. Это заставило их направиться обратно на базу. Приближаясь к пункту назначения с минимальным запасом горючего, пилоты обнаружили, что их база закрыта. Они понимали, что им ничего не остается, кроме как разбиться в ледяных просторах восточного побережья Гренландии. Аварийная посадка самолета в П-38 с убранным шасси была единственным выходом из сложившейся ситуации. Во время приземления носовое колесо первого самолета ударилось о расселину в леднике, в результате чего самолет подпрыгнул. Но удар по фонарю кабины восьмитонного истребителя был смягчен снегом. В результате пилот отделался незначительными травмами. Когда первый самолет удачно приземлился, его примеру последовали другие истребители и бомбардировщики. Все снижались на ледовую площадку, убрав шасси. В результате такого приземления самолеты лишь слегка пострадали. А самое главное, все члены экипажа были живы и практически здоровы. Через десять суток, когда утихла буря и удалось восстановить связь, всех спасли. Вот только самолеты эскадрильи пришлось оставить в том месте, где они приземлились. Шли годы. Пару человек припоминали общественности, что существует в Гренландии потерянная эскадрилья. Но поговорили люди, написали журналисты и на этом дело закончилось. И только в 1980 году стали поговаривать о том, что нужно все-таки эти самолеты спасти. Патрик Эпс, торговец самолетами из Америки, высказал предложение своему товарищу Ричарду Тейлору, что самолеты эскадрильи должны быть как новенькие. И он даже предвкушал, как уже сидит за штурвалом истребителя. Все, что нужно было сделать, так это соскрести лед с крыльев, заправить их горючим, завести, подняться в небо и ничего более. Этим двум любителям самолетов понадобилось несколько лет и большая сумма денег, чтобы выполнить эту миссию. Они предприняли несколько экспедиций. И только после сбора всей необходимой информации ситуация начала проясняться. Через восемь лет в 1988 году исландский инженер-геофизик с помощью сложного радара смог обнаружить под толщиной льда восемь крупных объектов. А дальше началось самое интересное. По мере того, как небольшой самодельный паровой зонд прокладывал во льду отверстие, членам экспедиции приходилось только удивляться. И все это время удлинять зонд. Наконец, когда глубина достигла 75 метров, был обнаружен первый бомбардировщик. Никто из членов экспедиции даже представить себе не мог, что самолет эскадрильи будет находиться на глубине, которая превышает тонкий слой льда. Да и почему они должны были думать иначе? Ведь у общественности сложилось впечатление, что образование ледникового льда происходит на протяжении очень длительных периодов времени. Необходимы тысячи лет для образования всего нескольких метров льда. Это была та же уверенность, по которой общество думало, что для возникновения коралловых рифов нужны миллионы лет. И несмотря на множественные доказательства того, что для образования льда или рифов не нужны такие огромные временные периоды. И вот тут Эпс и Тейлор поняли, что нельзя просто так откопать или взорвать огромнейшее количество льда. А ведь лед образовался всего за 46 лет. Именно поэтому экспедиция была вынуждена вернуться ни с чем. В 1990 году они снова вернулись на это место. Но уже с прибором, который назывался Супергофер. Его высота была всего полтора метра, но имелась медная обмотка, через витки которой подавалась горячая вода. Прибор смог растопить во льду отверстие шириной 120 сантиметров. Аппарат опускался со скоростью 50 сантиметров в час. И спустя время натолкнулся на крыло бомбардировщика. После того, как Супергофер добрался до крыла, через рукав стали подавать горячую воду. Вода должна была вокруг самолета образовать полость. Но, к сожалению, после всех усилий оказалось, что огромный самолет был разрушен под давлением льда. Таким образом, вторая экспедиция также оказалась неудачной. Эпс и Тейлор расстроенные вернулись домой. Но эта эскадрилья не давала им спокойно жить. Через месяц до них дошло, что у компактных и более прочных истребителей П-38 были все шансы остаться неповрежденными под такой огромной толщей льда. И в мае 1992 года экспедиция вернулась на то же самое место уже в третий раз. Как они ожидали, обнаруженный П-38 оказался в идеальном состоянии. После многих недель напряженных усилий, крылья и корпус были подняты на поверхность через огромные отверстия, сделанные с помощью гофера, а также четырех расположенных рядом отверстий. Самое интересное, что обнаруженная подо льдом эскадрилья располагалась так же, как в момент вынужденной посадки. Только в результате движения ледников она была смещена на 5 километров от начального местоположения. Над Котлованом возвели целый палаточный лагерь, в котором проводились поверхностные работы, работали дизельные генераторы и жили люди. Когда был протоплен основной туннель, рабочие с помощью шлангов с паром и насосом постоянно откачивали воду. Начали вытапливать в ледяном пласте пещеру, в центре которой находился истребитель П-38. Только в 1992 году удалось окончательно избавить от ледяного плена самолет. К слову сказать, он был в прекрасном состоянии. Кабина пилота была не тронутой. Датчики и инструменты были на месте, даже вооружение спустя 50 лет исправно функционировало. Через полгода в Кентукки на полу самолетного ангара Рой начали собирать разобранный до мельчайших деталей истребитель. Еще девять лет потребовалось для восстановления и реставрации. И только тогда самолет поднялся в воздух со своим номерным знаком и позывным. Первый полет после восстановления состоялся 26 октября 2002 года. На авиашоу присутствовали 20 тысяч зрителей. Затраты на эту экспедицию и реставрацию составили около трех миллионов долларов. Но, наверное, для истинных любителей самолетов цена не имеет значения. Друзья, поделитесь своим мнением об этой истории в комментариях. Если вам было интересно, оценивайте это видео, а также не забудьте подписаться на канал. Ну а на сегодня это все. До новых встреч!